В 2011 году Белгородская область, одна из первых в стране, стала внедрять проектный подход в систему государственного управления. Его суть заключается в том, чтобы научить людей мыслить не процессами, а результатом. В основу перемен легли принципы бережливого управления. Что изменилось к этому дню в системе в целом? Что уже сделано? А что еще предстоит? Об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии Ирина Кириллова, начальник управления проектно-аналитической и контрольно-организационной работы Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в 80-х годах прошлого века в концерне Toyota в Японии были внедрены принципы бережливого производства. Их успешно начали применять. И после этого уже предприятия по всему миру эту философию начали применять в своем производстве. Но скажите, почему принципы бережливого производства перешли в управление? Что здесь общего? Наверное, прежде всего нужно начать наш разговор с того, что понять, что такое бережливое производство. Бережливое производство – это философия, которая направлена на идеи постоянного совершенствования своего процесса и устранение лишних действий, которые помогают сегодня максимально эффективно повысить свою деятельность. Почему мы рассматриваем сегодня бережливое производство? И вы абсолютно правильно отметили этот факт, как производство бережливое складывается с управлением непосредственно, с управленческой системой. Во-первых, потому что это философия. И любая философия, она за собой ведет то, что мы можем его философию приложить на любое поле деятельности. Для нас, органов власти, для сотрудников, которые сегодня работают в правительстве Белгородской области, прежде всего это использование тех инструментов, которые являются сегодня в бережливом производстве и заключаются сегодня в улучшении тех процессов, которые будут оптимизированы. То мы понимаем, что, наверное, для нас бережливое производство равно сегодня бережливому управлению. И хотелось бы отметить, что мы ввели этот термин непосредственно в органах власти, потому что, как таковой мы производственной цепочки у нас нет, мы ничего не производим. Но у нас есть управленческая система и данный термин бережливое управление мы сегодня закрепили в нормативно-правовой базе на уровне правительства. Хотелось бы сказать, что бережливый менеджмент сегодня применим почему в органах власти, потому что на уровне федеральном сегодня уже делаются акценты на применение новых технологий в производстве. Но наш регион всегда для себя выделяет новые технологии и готов их осваивать. Как и было отмечено в рамках проектного управления в 2011 году, мы были первыми, и мы хотим сегодня переложить это на органы власти. И именно поэтому в Белгородской области в одной из первых по стране инициировали именно проект Бережливый регион? Да, да, абсолютно правильно. Есть сегодня территории, которые внедряют у себя инструменты локально, они берут непосредственно какую-то область одну и стараются там сделать пилотные проекты. Но мы пошли на амбициозный шаг, мы решили таким большим проектом, масштабным, назвать его Бережливый регион. Сегодня не только включить сотрудников в органах власти, но и все население в данную технологию. Ну вот производственники-то в это включились одними из первых. Давайте посмотрим отрывок из сюжета об Энергомаше. Там уже два месяца идут по пути Бережливого производства, и после этого продолжим в студии. Линия по производству опорно-подвесных систем трубопроводов открыта в 2017-м. Но это один из самых значимых участков для завода Белэнергомаш. Здесь изготавливают продукцию для атомных электростанций. Задача – нарастить объемы, сократить потери и увеличить производительность труда. Решить их можно с помощью Бережливого производства. Научить технологиям непрерывного совершенствования процессов два месяца назад взялись представители «Росатома». Если изначально было неоднозначное отношение, больше отторжения людей, то сейчас люди уже начинают предлагать сами, как улучшить их деятельность, их работу, повысить эффективность именно изготовления заказов. Уже нам удалось повысить эффективность на 15%. Где-то поставили стеллажи на колесах, где-то добавили столы, что избавило от ненужных перемещений, а некоторые ранее разрозненные этапы обработки изделий и вовсе объединили в конвейер. К примеру, на рабочем месте маркировщика теперь бумаг по минимуму. Уже к декабрю производительность труда должна вырасти в полтора раза. Обкатку Бережливых технологий начали на изготовлении экспериментальных партий заказов общим объемом около 8 тонн. Если раньше на это ушло бы не меньше двух месяцев, то сейчас всего 12 рабочих дней. Получилось существенно упростить процесс переналадки оборудования. Привязав оснастку, на которой изготавливается деталь, к конкретному исполнению, к чертежу, мы выполнили перепланировку сварочного участка, которая позволила нам сократить изготовление опытной партии опор с 6 часов до 2 часов. Ирина Юрьевна, почему для обучения выбрали именно Росатом? Чем они так хороши? Во-первых, госкорпорации Росатом уже на протяжении 20 лет внедряют у себя инструменты Бережливого управления. Они достигли определенных результатов. Реализовано более 2000 бережливых проектов. И для нас сегодня очень важно взаимодействие с сотрудниками госкорпорации, потому что они являются носителями методологии. Сотрудники участвовали в разработке стандартов по бережливому производству. И вот такое сотрудничество между правительством Белгородской области и госкорпорацией Росатом позволит сегодня уже на практике то, что было выверено и применено, потому что все-таки Росатом применял инструменты Бережливого производства не только в производстве, но и в офисных процессах. И для нас сегодня важно понять, каким образом они преломляли инструменты. Вот то, о чем вы говорили, в производстве все понятно, а как это происходит в офисе и в управленческих вещах. У них сегодня наработана определенная практика. И мы очень рады, что госкорпорация Росатом выбрала нас как одним из пилотов, готова сегодня делиться с нами своими наработками. Ну и вместе мы обогащаемся, мы передаем свой опыт в рамках проектного управления и в рамках Бережливого. Ну вот вы знаете, в частности и на Энергомаше тоже в производстве понятно. Там есть определенные показатели качества, объемы там, наконец, конвейеры. В общем-то, улучшили показатели, ну, например, на 15%. Да, молодцы, все здорово. А вот есть ли в государственном управлении, в социальной сфере какие-то такие же показатели, на которые можно опираться? Да, на 15% это, конечно, очень много. Очень хорошо, очень оптимистично. Но так как Бережливое производство — это методология, то в методологии, в принципе, все принципы, которые описаны, они соблюдаются и на любом поле, в котором мы с вами не брали. Ровно как и в производстве есть план, есть качество, есть сроки. И в управленческой модели точно так же мы сегодня работаем с процессами для улучшения качества, для улучшения сроков, для уменьшения сроков того или иного процесса, для того, чтобы повышение культуры сотрудников, прежде всего, в управленческой культуры. То есть все принципы и методы, которые используются сегодня в Бережливом менеджменте, они применяются и в органах власти, в управленческой системе. Ну а конкретно что уже сделано для внедрения Бережливого, наверное, так назовем его, не производства в управление, а Бережливого управления? Бережливого управления, да. Ну а Алексей, так как у нас есть опыт внедрения проектного управления, и мы, наверное, пошли по той же модели, которая была разработана с 2011 года, мы не стали брать пилотными органы власти, мы не стали выбирать непосредственно определенные объекты для себя пилотными, а сделали так, что сегодня заведена целая система работы. У нас созданы в каждом департаменте, есть ответственные из заместителей, руководителей департаментов, кураторы по Бережливому управлению. В каждом органе власти созданы команды тим-лидеров, которые сегодня проходят как корпоративное обучение, так и обучение со стороны госкорпорации Росатом. Они знакомятся с методологией и потом передают своим сотрудникам. И сегодня, ну на данный момент, у нас каждая из команд по изменениям, которой руководит такой тим-лидер, прошла определенные этапы и готова сегодня выходить с защитой Бережливых проектов. То есть были применены инструменты, такие как картирование, как визуализация процессов, которые позволили сегодня найти вот такие маленькие потери, потери, возможно, где-то будут большие потери в своем процессе, и сделать свой процесс эффективнее. При этом я хочу отметить, что на этом не заканчивается совершенствование, потому что по философии Бережливого управления или Бережливого производства, совершенствование постоянное. То есть когда вы нашли в своем процессе сегодняшнем какие-то потери, через некоторое время вы еще можете этот процесс просмотреть и еще найти. В этом же процессе уже можно найти какие-то потери. Потому что наш век сегодня развивается, мы видим, как очень быстро точно так же меняются процессы. Ну вот одним из первых в программу «Бережливый регион» включилось направление по труду. Скажите, вот центры занятости, где осуществляется первичный прием граждан. Вот процесс был выбран для аккортирования, то есть для создания карты процесса, да? Что это такое, как это происходило? Вот давайте сейчас посмотрим сюжет Натальи Войтенко. Она разбиралась в этом вопросе и вернемся в студию. Этот пост первое, что встречает клиента на входе в центр занятости. Раньше здесь сидел охранник, теперь администратор-консультант. Уже здесь соискатель может получить ответы на самые часто задаваемые вопросы. Расскажите, что входит в ваши обязанности? Сейчас я консультирую людей по поводу предоставляемых госуслуг. Как зарегистрироваться, как встать на учет, какое у нас есть профессиональное обучение. Это значительно сокращает время, и человеку не надо уходить по центру занятости и задавать интересующие вопросы. Так был устранен первый еж – дезориентация посетителей при входе. Ежами как раз называют проблемы, выявленные в ходе кортирования процесса. Сотрудники с секундомером в руках несколько раз прошли путь посетителя. В итоге нашли 33 ежа. Составили пирамиду проблем. Оказалось, что три четверти решить можно на уровне самой организации. Одна из них – навигация. Кабинетов, как видите, на этаже немного. Но даже несмотря на это, в поисках нужного клиенты зачастую бродили, как в темном лесу. Нумерация была расположена хаотично. Сейчас все упорядочено. 106, 107, 108. А эта навигация на входе, которая тоже появилась не так давно, уж точно не даст заблудиться и проводит куда надо. Еще одно нововведение – вот такой опросный лист. Его выдает администратор. Он сократил время первичного приема на целых 7 минут. Расскажите, как он помог вашей работе? Он очень помог нашей работе. Ранее работа администратора и инспектора дублировалась. Был разработан опросный лист, который позволяет осуществлять проверку всех документов и категории граждан уже администратором. Далее все документы и этот опросный лист складываются в конверт с логотипом центра занятости. И когда гражданин приходит на первичный прием, инспектор уже видит, какие документы и какими категориями обладает гражданин. И он уже эту работу не выполняет. Заглядываем в кабинет к инспектору. Первое, что бросается в глаза – это вот такой календарь с крупными числами на столе у соискателя. Раньше на то, чтобы уточнить, какое число, тоже уходили драгоценные секунды. Теперь все перед глазами. Да и у инспектора под рукой теперь только то, что нужно. Ранее личные дела граждан располагались у меня на столе. Это было сложно, нагромождение. Сейчас для них выделили отдельный стол. Это временно. Совсем скоро будут приобретены картотечные шкафы. Они будут находиться с левой стороны. Мне будет удобно. Воспользовались ситуацией сели на место инспектора. Работе, как видно, ничего не мешает. На столе появились вот такие держатели для документов. Казалось бы, мелочь, но большое подспорье в скорости обслуживания. Раньше документы были в руке инспектора, как сейчас у меня микрофон. Другой он набирал данные. Сейчас все идет гораздо быстрее. Это итоги большой трансформации. К ней в Белгородском центре занятости приступили в апреле. Учреждение стало пилотом по внедрению технологий бережливого производства. Процесс картирования, а главное решение проблем, отображается наглядно. Нет талонов на текущую дату. Ожидание в очереди. Настоящая гордость – уголок решенных проблем. Тех, которые отделяли центр занятости от по-настоящему бережливого времени и нервы клиентов. Результат налицо. Если раньше первичный прием занимал от 55 минут до 2 часов, то сейчас от 10 минут 17 секунд до получаса. Это тот самый случай, когда на счету каждая секунда. Мы думали, мы оказываем эту услугу более 20 лет. Все отработано в центре занятости. Какие могут изменения произойти с нами при оказании государственной услуги. Оказывается, в рамках работы над этим проектом мы стали понимать, что выявлено более 30 проблем, которые не позволяли качественно, своевременно оказать государственную услугу. Решение проблем искали с помощью мозгового штурма. В более сложных вопросах помогал принцип «пяти почему». Вот как он работает на примере неправильно заполненной справки о зарплате, из-за чего клиентам не раз приходилось возвращаться в центр занятости. Здесь первопричинами было следующее. Работодатель неправильно заполняет справку о среднем заработке. Почему он ее неправильно заполняет? Потому что он не знает, как ее заполнять. То есть элементарно. Почему он не знает, как ее заполнять? Ну, потому что отсутствует форма, образец и памятка для заполнения данной справки. Соответственно, отсюда вытекает решение. Мы разработали данную памятку для заполнения работодателем. Так подробно прорабатывали каждую проблему, боролись за каждую секунду, искали выходы, как сэкономить драгоценное время. После успешной оптимизации процесса первичного приема граждан приступили к применению бережливых технологий к другим услугам. Подход оценили и кураторы проекта из Росатома. Они продолжили эту работу, сделали ее на системном уровне. Мы реально увидели, как, используя наши инструментарии, время первичного приема сократилось в пять раз. Ну, это очень здорово. Если бы, я думаю, можно было сделать замеры среди населения, ну, по крайней мере, кто приходил раньше и приходит опять, он точно уж увидит, что его обслужили в пять раз быстрее, и точно отметит это. Технологии бережливого производства на деле подтвердили свою эффективность. В области действует программа «Бережливый регион», которая должна охватить все сферы. Главная ценность — это население, наше население, наши граждане Белгородской области. Чем быстрее они получат эту услугу, качественную услугу, тем, значит, более эффективно сработал тот орган власти или то учреждение муниципально-социальной сферы, которое находится в подчинении данного органа власти. Проект «Бережливый регион» планируется реализовать за три года. Спустя это время белгородцы должны будут ощутить на себе все плюсы новых принципов работы. Наталья Войтенко, Дмитрий Коваленко. Программа «Такой день» на Мире Белогория. — Елена Юрьевна, скажите, управление по труду взялось только за один процесс или это только лишь начало? — Алексей, это, конечно, только начало, потому что, во-первых, центр занятости был выбран как пилотная площадка как раз коллегами из «Росатома», и были обучены сотрудники инструментом. Я хотела бы отметить здесь одна из фраз, которая звучит от коллег «Росатома» о том, что есть лидер, есть проект. Здесь, наверное, команда, которая была обучена, они готовы были принять новую технологию. И почему у них так эффективно выстроился процесс? Потому что они не боялись использовать новые инструменты. При этом сегодня они уже явно понимают, что и в этом процессе, который они улучшили, можно еще найти улучшения. Но так как у них проект только закончился, они должны сегодня сделать замеры и действительно посмотреть, вышли ли они на этот результат контрольный. А потом заново еще раз прокартировать и найти уже новые проблемы, потому что введение новых инструментов предполагает и улучшение, и, следовательно, будут сокращены еще какие-то временные промежутки в процессе в общем, который они делают. Конечно, на этом они не останавливаются. Нужно отметить, что тот проект, который сегодня был реализован в Белгородском центре занятости, он тиражируется на все центры занятости по региону. Сегодня площадками по тиражированию буквально каждый центр занятости будет являться данного проекта. Ну и управление по труду сегодня защитило 7 бережливых проектов, то есть прокартировало 7 процессов. Эти процессы различны, потому что процессы внутренние, те, которые выполняют сотрудники управления. Но, тем не менее, каждый из процессов, рассчитанный на внутреннего потребителя, точно так же рассчитан и на внешнего, на население. Ну, допустим, как пример могу вам привести формирование предложений, там, привлечение иностранной рабочей силы, как формируется этот процесс. Или, допустим, такой проект, как осуществление государственной функции по надзору и контролю за обеспечением гарантии власти занятости. А это те проекты, которые будут защищены и уже внедряются? Они уже защищены в управлении по труду и занятости, они прошли экспертную оценку, и сегодня они находятся на стадии планирования, и в ближайшем будущем они будут реализовываться. А кроме управления по труду и занятости, какие еще проекты прошли в процессе защиты? Алексей, сегодня в органах власти на данный момент 70 проектов защищено, это в различных органах власти, абсолютно в каждом сегодня проходит экспертная комиссия. К концу, к 15 сентября мы предполагаем, что будет защищено более 200 проектов, потому что каждый сегодня отдел, каждый руководитель отдела является тим-лидером. Следовательно, тим-лидер организовал у себя работу своей команды таким образом, что был выделен процесс проблемный, в котором был применен инструмент картирования, в результате чего обозначены проблемы, найдены решения, и данные проекты защищаются сегодня на экспертных комиссиях. Ну вот, кстати, по защите, мы присутствовали на защите одного из проектов в департаменте образования, они взялись сразу же за несколько процессов, в основном внутренних, но в качестве исключения взяли процесс лицензирования образовательной деятельности. Мы разбирались, что предстоит изменить, давайте посмотрим сюжет и вернемся. В числе тех, кто начал осваивать бережливое производство, департамент образования выбрали несколько процессов для оптимизации. Защита первых пяти проектов уже состоялась. Среди них процесс лицензирования образовательной деятельности, как один из тех, где работают с гражданами. Проект в процессе реализации. Если раньше время подачи заявления на лицензирование составляло 15 минут, то теперь около пяти. Спустя полтора месяца работы результату граждан появилась возможность подавать заявление на лицензирование в электронном виде через портал госуслуг. В самом же департаменте на соответствующем кабинете уже в сентябре разместят табличку. Разыскивать не придётся. Бережливое управление, процесс командный. Погружались и даже не замечали. И в конце дня оставались, прорабатывали особенно вопросы, вот почему, отвечая на этот вопрос, подыскивая какие-то варианты и изучая дополнительно нормативную базу, законодательные акты. Смотрели, как этот опыт в других регионах имеется. То есть было достаточно интересно, поэтому время протекало незаметно. Это первый проект отдела, но не последний. По повышению эффективности нет предела. Всегда есть возможность улучшить существующий алгоритм. Я очень рада, что вы померили в секунду. Потому что, казалось бы, такой простой для нас факт, на котором не обращая внимания, висит табличка или не висит табличка. То есть сколько человек будет искать ваш кабинет. Наверное, если бы вы не проводили кортирование и не смотрели бы на свой вопрос, вот так со стороны как-то посмотрели, вы бы и не поняли, что вам нужна эта табличка, и она на каких-то 30 секунд сократилась. Но если бы еще на ваш процесс посмотрели другие люди из другого отдела, то они бы еще кое-что заметили. Это бы, ну, как рекомендация. Александра Прозорова, Евгений Кравцовский. Такой день на мире Белогория. Ну вот, кстати, взгляд со стороны, наверное, в решении этих проблем очень такой хороший аспект, потому что человек со стороны видит какие-то скрытые ресурсы еще в процессе. Абсолютно верно. Желательно, чтобы когда вы смотрите на свой процесс, вы приглашали внешних экспертов, потому что они заметят многие вещи, которые вам не были до этого. Ирина Юрьевна, вот скажите, есть ли у бережливого производства конечная какая-то цель, конечная миссия? Вот проект рассчитан на три года, а вообще, в принципе? Если говорить о бережливом управлении как философии, то в бережливом управлении нет конечной цели. Это как здоровое питание, оно должно быть, да? Потому что бережливое управление – это постоянное совершенствование, и оно будет происходить всю жизнь, от этого зависит эффективность. Ну и хотелось бы сказать, что мы сами сегодня можем применять, несмотря на то, владеем технологией или нет, бережливое производство, потому что мы должны быть сами бережливы к себе, бережливы к окружающим людям, бережливы к тому пространству, в котором мы находимся. Вот к теме нашего разговора как нельзя лучше подходит фраза о том, что совершенству нет предела, в том числе и в управлении. Ирина Юрьевна, спасибо большое, что вы сегодня были гостем в нашей студии. Мы желаем вам успехов. Прощаемся. Прощаемся.